МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не томаты и огурки наиперш, а кветки. Таким чином выросли подчас свое знакомство с открытым акционерным товариством Цепличный комбинат Берестя. Кожные три дня на его плантации вздымается новый ружевый урожай, как трапить на прилавки фирменных магазинов и, знайшовши своего покупника, выканать свое призначение, принести радость. С вами телепрограмма «Земля и люди». Добрый день. В перелику продукции открыта акционерного товариства Цепличный комбинат Берестя, а мали усе 30 годы его иснования в приоритете томаты и огурки. Зеленые культуры и кветки с той вытворчасти, якая в свой час была организована, как допоможная, але с часом завоевала право на житие, как и в уголе вся продукция. На улице не чеканы для початку красавика холодный ливень. У кветка вода уже на все 100 комфорт. У нас тут, в принципе, мы тут в оазисе работаем, потому что у нас зимой тепло, 16 ниже градусов температура. Тем не менее про холода на улице уплыв займела. Ружи вчера срезали, а на сегодня новые бутоны, как бы раскрыться, не выспели. Каждый день летом срезаем, потому что если солнышко, они раскрываются быстрее. То мы в понедельник срезаем, и во вторник срезаем, к концу дня пробегаем, потому что раскрывается. Оставь его уже на среду, уже он будет как бы перецвелший бутон. А так смотрим по погоде. В такую погоду, конечно, ничего не раскроется, даже за выходные. По идее, у нас должна была быть срезка сегодня. Для аматоров руж 9 их гибридов, закупленных 2 года тому чаранками у Голландии. Кожный сорт своя особливость. Тем не менее растут ружи добро. У теплицы соседней картина так само привабная, хотя культивируются тут уже не кветки, а витамины наградцы. Зеленые городинные культуры. Это мы разговляем рассаду. То есть уже запекированную, готовую выставляем на линию, где продолжает она свой рост в течение месяца. Это уже линия, где уже готовый запекированный салат. То есть по три штучки находятся в стаканчике. Салат готовый до росту. Раз в два, три дня можно будет сбирать и доставлять его на прилавки. Мы все сами сеем, пикируем, расставляем. Также уже готовый. Собираем пакеты и задаем на склады. Здесь у нас начинается машина посевная, где сеет, мы заносим это в камеры, выносим, здесь пикируем, выставляется на стол. И уже в начале стола у нас готовая продукция. У ассортименте зеленых культур, так само базилик, рукола, петрушка, укроп, товарный вылет заховывается до 7 суток. За прошлый год мы обеспечили Брестскую область зелеными культурами. Это салат, петрушка, сельдерей, базилик, рукола. Вал составил 33,5 тонны. Самое же главное, что продукция выращена по экологичных, так званых, органических технологиях. У чистом грунте без пестицидов и гербицидов, над чем за довольнением акцентуют увагу сами городские наводы. Вы знаете, я на 99% вам говорю, что это чисто экологический продукт. Вредности никакой нету. Тем более это салат, вот как у нас на зелени, это салат. Это листовой продукт, который идет сразу в пищу. Все это соответствует госстандартам. Экологический аспект на тепличном комбинате Берестя экологичных растений по максимуму приближены до природных. У нас шмели, опыляют. Не знаю, вредного ничего не добавляется. Питание сбалансировано у них, без всяких нитратов. Огородные наводчики стажу Алины Аудеевой 14 год. Кожный рух, каждое действие отточены часом. Вот формируем кисти, оставляем по 4 плода, чтобы наливались от этого. Безпречно важный агроприем на парадку с сегодняшнего дня. Пять дорожек, может быть. В одной дорожке примерно 210 кустов. Человечий фактор у одной из начностей с высокими технологиями. У вариянте тепличного комбината Берестя питание, что важней, немае места. Причем праца огородных наводов, оказывается, уключая множество не просто текавых и разностайных, а навод захопляющих моментов. Не весь день одно и то же. Работа здесь очень разнообразная, потому что надо в один день где-то и подкрутить куст, и лист убрать, и подбор, и вот эти же самые фиксаторы повесить. И как бы работа, можно сказать, даже не монотонная, а разнообразная очень. И, оказывается, и у агротехничных приемов все головное. Главное, чтобы вовремя подкрутить кусты, чтобы они не упали. Потому что, если не вовремя, голова согнется и поломается. Убирается пасынок ненужный, обязательно вешается вот такой вот фиксатор кисти. Вот так вот. Ирина Крештоповичу в Берастейских городненаводах 25 год. Пасибровала с рослинами, як сама свержае так, что навод у выходные думая, як я не без яе. Там удовольствие приносит большое. Когда ты уже сделал все, и порядок. Каждую неделю надо сделать фронт работы. На каждую неделю есть определенные по кругу все пройти и все сделать. Все вовремя успеть. Если ты не успел, значит все, ты не справился с задачей поставленной. На протяжении нескольких лет работаем с биометодом. Биометод, в отличие от химической защиты растений, это значит, мы производим распространение энтомофагов на растениях, которые уничтожают других вредителей. То есть химической защиты на культурах томата, огурца у нас отсутствует. Наша продукция постоянно проходит контроль качества. Постоянно берутся на пробы, на анализы, на нитраты. Поэтому я могу сказать, что наша продукция соответствует всем ГОСТам, всем нормам и вкусовым качествам. Мы ежемесячно проходим, значит, сдаем свою продукцию на анализы, на содержание и тратах. У нас есть ежемесячные подтверждения. Они выважены на торговых точках. Якость и безпека продукции. Они дозволяют выживать и конкурировать на сучасном городином рынке. Гарантия попыту. При знакомствах с городинаводами активно высветляем на кольки им самим привабные для ежи томаты, гурки и уголи вся продукция тепличного комбината «Берестя». Конечно, мы кушаем, мы не можем дождаться, когда это уже созреет. И всем всегда говорим, потому что посмотришь, сколько там всяких есть в наших продуктах, всяких добавок, то я считаю, что наша очень даже чистая продукция. Все же идет по компьютеру, все контролируется, чтобы ничего лишнего. Практически не обрабатывается ничего ядохимикатами, потому что у нас биометод. Теперь у нас вот такой клоп добрый, который пожирает плохого клопа. Так вот ввели вот это новшество. Нам оно очень нравится. Я считаю, что продукция очень хорошая, чистая. И всем рекомендую всегда. Ну, это говорят, что ты работаешь, поэтому ты… Нет, это действительно вкусно и здорово. Буквально вчера здесь выпустен был фитоселиус. Вот видно, значит, приходит в таких вот таре, открывается, значит, крышка. И овощевод равномерно распределяет по всей площади фитоселиуса. И он, соответственно, выходит и пошел, пошел по всем листьям и находит свой корм, то есть вредителя, и уничтожает его. То есть на всех культурах, которые произрастают на тепличном комбинате у нас, они все у нас находятся на биометоде. За студене ледого и до костричника листопада – огурки. С красавика и до листопада – томаты. Круглый год – зеленые культуры. Тенденция максимально по ассортименту и по часу присутничать на споживецком рынке. На столе тех, кто рублем голосует о користь тепличного комбината «Берестя». Посев осуществляется в рассадном отделении. Высадка на гектар через 30 дней, когда рассада подрастет. Потом 30 дней ухаживают за растениями и начинается сбор продукции. Если, допустим, в феврале, в середине февраля он садится, то в марте уже есть продукция. Агроном, агрохимик отслеживает содержание питательного вещества, которое необходимо растению. То есть он отслеживает по следующим критериям. Это какая цветет кисть, какая нагруженность томата или огурца. И, соответственно, по освещенности дает поливы. Больше, меньше, то, что необходимо растению, чтобы растение постоянно находилось в тонусе. Затратная частка на выращивание тепличной городины – великая. Тем больше, когда разговоры о вытворчестве с применением биологического метода. Реалии часа и экономики все больше окресливают ценовое питание экологично-чистой продукции. Она должна иметь соответствующий затратам кошт. Это своего рода затраты на биологический метод. Яныш у цену пакуль не закладывается. И гандлевый партнер продукцию экологично-чистую выкладывает в одной линейце из всей остатней. В тепличном комбинате Берестя сподяются на становочее в решении этой ситуации комитетом ценоутворения. До речи, покупник, у которого сомнение на конт-якости продукции комбината Берестя, может сделать ее анализ за кошт самого комбината. Это может делать любой человек. Мы должны поддерживать свое качество на рынке. И, в принципе, наша продукция очень хорошо пользуется спросом на рынках Российской Федерации. Ну и, соответственно, здесь, в Беларуси. В этом году у Берестя различуются на урожаю всей продукции у 9 250 тонн. Это больше, чем летость. Экспортная составная, выверенная часом. 60% от агульного объема. У нас по прошлому году самая низкая себестоимость среди тепличных хозяйств. Прибыль у нас составила с одного гектара более миллиарда рублей. Это, конечно, не предел. Нам есть, к чему стремиться. Нам есть, что нарабатывать. Улику главных ключевых моментов стратегии развития комбината – удосконаление материально-технической базы. Починаючи с 2001 года проводится глубокая реконструкция тепличного комплекса. После укоронения безсубстратной вытворчасти малообъемной технологии страчивает свою актуальность. Настает час капитальной перебудовы так званого прозрисного купола предприемства. С 2005 года будуются теплицы уже нового поколения теплицы 21 века. Оценювши пероваги новых стен и нового даху, тепличный комбинат березцы гектар за гектаром починае обновление основных вытворчих площадь. Праца уготем на керунку потребует великих инвестиций, але затраты таго вартыя. Обновление и строительство теплиц протягивается. Модернизация в творчестве и оптимизация ее структуры – все лучшее с минулого опыта и высокие технологии, развитие логистики и повышение эффективности продажов. Фундаментальные моменты экономической устойливости и у вынику привабности тепличного комбината по заработной плате, умовах працы, социальных аспектах. Я думаю, что у нас это очень даже на высоте, потому что у нас четко довольно исполняются все пункты коллективного договора, как бы без всяких опозданий. Вообще очень всего у нас много. Мы посещаем бассейн, всегда у нас есть абонементы. Очень много помощи выделяем, когда люди обращаются. Мне нравится, что здесь постоянная стабильность. То есть работа есть всегда. Зарплата, во-первых, всегда стабильна, день в день, как вот аванс, как зарплата. Много льгот для своих работников. Мы получаем продукцию бесплатно. Ну там что-то высчитывается, какой-то там процент. Ну это, в общем-то, практически ничего в наше время. Жильем я обеспечена. Я получила трехкомнатную квартиру. У нее уже благополучно с семьей живу 10 лет. Уже 11-й пошел. Вот приватизирую ее уже. Покупаю у комбината. Як характерный показчик, минимальная тякучесть кадров. Причим, на фоне того, что коллектив переважно женочий. 60 працевниц на теперешний час у декретным отпуску. Да, у нас очень много в декрете. Молодежи много. В этом году очень много вышло. Почему-то как-то такой был год, что очень много ушло сразу резко. А теперь все уже они пришли. Радует, что возвратились. Все как бы никто никуда не разбежался, а все вот вернулись к нам. Наташка Солоп, она вот пришла к нам после трех декретов. Вернулась опять. Не нашла ничего, наверное, за это время лучшего. Не глядяши на то, что на вытворчестве теперь множество складанной автоматики и докладное заховывание температурного режима и инших параметров микроклимата у теплицах, потребует совсем иншого узровня ведов и дисциплины працы. Комбинат «Берестя» на сегодняшний час, по сути, вытворчий стандарт, який на площадку 21,8 гектара, забеспечивает максимальную отдачу от докладенной працы, высокую урожайность огородненных культур и их высокую якость. При урожайности не меньше, чем 50 кг витаминной продукции с каждого квадратного метра грунта. Потенциал махчамостей лечится невычерпанным. Постоянная и великая работа ведется по экономии палевно-энергетичных ресурсов, до прикладу газа. Экономия газа заключается в том, что мы в связи и с нашей технологией, и с погодными климатическими условиями, и плюс то, что у нас наработана своя технология возделывания томата, соответственно, и идет экономия газа. Со всех тепличных кабинетов самое низкое потребление газа у нас. Открытое акционерное товариство «Берестя» – бренд, який достойно представляет не только Брещину, не только как экспорта-ориентованное предприемство «Берестя», «Патриот Айчины» и в том плане, что во всех теплицах весь технологичный процесс забеспечен материалами в творчестве завода в Беларуси. Единственное, что мы закупаем за границей – это семена томата и огурца, а все остальное у нас идет белорусское, свое. То есть тот же самый технологический рукав из «Панбел» приобретается на заводах Беларуси. По урожайности он не уступает той же самой минеральной вате, которая заводится за рубежа. Маршрут нашей экскурсии по тепличному городку снова приводит на кветковые уладания уже ненаружовые, торопляем у своего рода царство хатних растен. Это спандбонд. Мы эти паруса повесили, чтобы солнышко нам не выжигало цветочки, потому что в основном все растения любят яркий рассеянный свет. Не все выдерживает прямые солнечные лучи, понимаете. Обжигается лист, поэтому, чтобы преломление немножко было, оно и солнце пропускает, и тень дает немножко. Покупникам пропонуется 70 видов растений. Кожному есть мощность выбрать кветки для дома и для души. Практикуем комнатные растения. В сезон у нас идут однолетники, но это у нас сезон в февраль высаживается, в мае мы уже все продаем, в общем-то. Население покупает, организации закупают. И еще один штрих до портрета. На протягу находжения у тепличном кабинете Берестя нас, Амаль, в весь час сопроводжала классическая музыка. Для этого во всех теплицах специально установлены динамики. Оказывается, творы классиков саденничают прибавцу роджаю, аж на 7%. Во всяком случае, так подтверждают ученые. С вами была телепрограмма «Земля и люди». Всего доброго всем. До наступной середины.